Золотые парашюты Разлетелись по интернет-сайтам самых массовых воронежских изданий Быстро попав в федеральную обойму Причем гласности придана уже вторая подборка распоряжений Александра Гусева Вызвав среди населения серьезную негативную реакцию Что несомненно отразится на рейтингах первого лица региона Сегодняшний скандал вокруг постановления Александра Гусева Который выписал себе и другим своим заместителям и ответственным чиновникам премий Это следствие одной большой затонки Я бы назвал ее следствием действия клуба друзей Александра Гусева Как вы понимаете, что под клубом друзей можно понимать и работу активных политиков Или, как говорят политологи, политических акторов Как в сторону заговора, так и в сторону поддержки Александра Гусева Заговор или поддержка? Думайте, как хотите Но этот клуб друзей реально существует И это вовсе, на мой взгляд, не конспирология Куда там до конспирологии? Если у Александра Гусева второй раз возникла проблема, которая прозвучала на федеральном уровне Это серьезно Клуб друзей Александра Гусева Собрание куларное, оно неформальное Говорят, что там находится депутат Госдумы Андрей Марков Кто-то утверждает, что клуб друзей Гусева появился не без ведома Главного финансиста Вадима Ишутина Вадим Ишутин, как вы помните, бизнесмен, который занимается мусорными делами В свое время возглавляя Воронежскую коммунальную палату Очевидно, не без его внимания Из собранных средств населением из-за квартплаты исчез почти миллиард рублей То есть определенный политический гений Андрея Маркова Это я иронизирую насчет политического гения Но, во всяком случае, конструкция умная, не глупая И это уже говорит о том, что клуб друзей Александра Гусева вещь реальная А куда же без финансовой поддержки? Тоже не обойтись Что делает этот клуб друзей Александра Гусева? Ну, наверное, либо помогает, либо мешает И поэтому утечка документов, которая называется постановление о премиях Заместителем губернатора и ответственным чиновникам Это следствие действий, возможно, этого клуба Поэтому нельзя сказать, что они где-то взяли Выграли эти документы и потом опубликовали Вовсе нет, я этого не утверждаю Но сказать, что без мысленного одобрения публикации этих документов В некоторых средствах массовой информации нашего региона Имеет место быть Я даже почему-то уверен, что Андрей Марков был рад То, что были опубликованы эти постановления о премиях Почему? Потому что Андрей Марков всегда за справедливость И недавно его поправки как раз и в законодательство Российской Федерации как раз и были направлены на эту социальную справедливость Так что все может выглядеть в этом отношении логично Но действия клуба друзей Александра Гусева Это только одна из причин Понятно, что существующие премии Выписываются во всех регионах Это было и до Александра Гусева В нашей Воронежской областной администрации Но вопрос состоит в том, что эта тема сознательно была вычленена Вырвана из контекста и педалирована В активное информационное пространство Впрочем не только нашего региона, но и в общефедеральное информационное пространство А учитывая, что это совпало с неким трендом на социальную справедливость Любой чиновник, который как-то пытается сделать для себя преимущество Любые премии, которые выписывают главы регионов своим подопечным Безусловно, это падает в ток новостей Поэтому здесь никакого преувеличения быть не может Вторая причина, на мой взгляд, этой проблемы состоит в следующем Информационная политика, государственная информационная политика Аппарата губернатора и правительства Воронежской области Совершенно бездарная И, на мой взгляд, сейчас, в эпоху массовых коммуникаций Когда ничего невозможно утаить, аналитики обл. правительства Могли бы догадаться и сработать напережение Передать, что вот по таким-то причинам есть такие-то премии Более того, аппарат губернатора и обл. правительства Не может работать в системе вызова-ответ Они даже не могут грамотно обосновать, почему эти появились премии Сегодняшних сложностей Александра Гусева состоит не только в действиях Клуба друзей Александра Гусева, но и в бездарности большинства Чиновников его аппарата Поэтому в этом отношении надо что-то менять В правительстве Гусева должны наконец появиться грамотные Интеллектуалы, аналитики, умные люди, которым могут Все объяснить или, во всяком случае, просчитать на один-два Шага вперед Без этого, я полагаю, что Клуб друзей будет действовать И в этом отношении могу спрогнозировать следующее Не исключено, что третьим шагом будет подобная же проблема Которую аппарат губернатора не сможет грамотно купировать А уж после третьей проблемы можно говорить о том, что Клуб друзей Александра Гусева запустит такую интересную Информацию, как то, что Александр Гусев является хромой политической Уткой. Нужно это губернатору? Вопрос А если не нужно, надо принимать меры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok